Может быть не все замечают, но сегодня в Украине абсолютно четко прослеживаются параллели с 2014 годом. Так же как и тогда, в эти дни актуален только один вопрос. Или мы, или они. Сложно забыть все, что происходило на Донбассе во время Майдана и уже после захвата Крыма. Но главная эмоция тех дней это то мерзкое чувство, когда за тебя все решает быдло, жрущее с телевизионной помойки. Когда ты абсолютно точно понимаешь, чем это все закончится, а им все равно, лишь бы не Украина. Они верили в мифические автобусы с бандеровцами и правосеками на подступах к Луганску и фашистскую хунту в Киеве. Они повиновались народным мэрам, губернаторам и прочим посредственным ничтожеством марионеткам Кремля и с готовностью брали в свои лапы оружие. Быдло делало все, что угодно, лишь бы не Украина. И самое главное, проглатывая очередные телевизионные помои, они недвусмысленно давали понять украинцам, что те никто на своей земле. Тогда казалось, что такая ситуация возможна только на Донбассе. Ведь было впечатление, что вся остальная Украина сплотилась в едином порыве сопротивления путинской агрессии. Казалось, что активных, взрослых, адекватных и патриотичных людей, готовых брать на себя ответственность, в Украине большинство. Сегодня так уже не кажется. Сегодня я искренне сочувствую всем тем, кто увидел бигборды с Порошенко и Путиным. И очень от этого расстроился. Извините, родимые, что вам так не вовремя напомнили про Путина. Вы ведь так уже устали от войны, что уже и не вспоминаете про 13 тысяч убитых и 2 миллиона переселенцев. А просто хотите радостной и беззаботной жизни, как в сериалах на 1 плюс 1. Надо ведь просто прекратить стрелять, говорит Зеленский. Ну, конечно, таким образом мы и закончим войну. Почему раньше Порошенко этого не сделал? Потому что он барыга и зарабатывает на войне. А всего-то нужно прекратить стрелять, построить наших воинов в колонну военнопленных и провести по улицам Донецка. А после хлебом с солью встречать российскую армию по всему юго-востоку Украины. Нет, ну а как по-другому? Если обороняющаяся сторона заканчивает стрелять, то война от этого не заканчивается, а уходит вглубь территории. Зеленский, 4 раза уклонявшийся от службы в украинской армии, будет только рад капитулировать перед врагом. Вместе с остальными вами, уставшими от войны. Только война при этом не закончится. Напомню известную фразу. Если нация, выбирая между войной и позором, выберет позор, то в итоге получит и позор, и войну. Зато лишь бы не Порошенко. Бывшие рыги, портновы, лукаши, разумковые и прочие гниды, стоящие за спиной Зеленского, ехидно потирают липкие ручонки и жаждут реванша, говоря о том, что эпоха Майдана наконец заканчивается. Всех украинских патриотов теперь возьмут под особый контроль, а вопросы армии, веры и языка вынесут, как они говорят, за скобки. То есть, выбирая Зеленского, ты автоматически обнуляешь усилия, жизни и судьбы миллионов твоих соотечественников, борющихся за Украину, пока ты в поте лица устаешь от войны на своем диване. Но лишь бы не Порошенко, правда? А вспомни, если ты вообще в курсе, тяжелейшие минские переговоры в 2015 году, которые длились 18 часов. Можешь представить там Зеленского вместо пороха, лицом к лицу с оккупантом? Я – нет. Даже по телемосту. Разве незаметно, как нас всех пытаются нагнуть? Быдло на Донбассе тоже не замечало, как его ставят в удобную позу, но именно оно стало первыми жертвами складывающейся ситуации. Они хотели, чтобы все было как в Крыму. И лишь бы не Украина. А как хотят симпатики Зеленского? Лишь бы не Порошенко? Тогда стоит готовиться к капитуляции и осенью выбирать парламент Малороссии. Но вам в это не верится, правда? И подобного вроде как и не хочется. Но, например, донбасское быдло в 2014-м тоже хотело совсем другого. Но получилось, как получилось. Ты ставишь на Зеленского так, как раньше ставил на Саакашвили, потому что все это время тебе втирали зраду. Да не просто зраду, а такую, что аж глаза режет. Знаешь, что такое эта твоя вера в зраду? Это вера в распятых мальчиков, фашистскую хунту, укронацистов и прочую антиукраинскую ахинею. Все это классические приемы пропаганды, которые действуют на эмоции и отключают логику. Не замечать этого значит расписаться в отсутствии критического мышления и поставить себя на один уровень с донбасским и российским люмпином, который с удовольствием пожирает пропагандистские телевизионные или фейсбучные помои. Украина находится под реальной угрозой прямого военного вторжения в состоянии жестокого сопротивления российской оккупации и потери части территории. Но весь, абсолютно весь твой фокус внимания умело переключен на запредельную в кавычках коррупцию в высших эшелонах власти. И ты ведешься на этот развод как котенок. Для тебя войны уже не существует. Окупации нет, достижений нет, ничего нет. Есть только коррупция, коррупция, коррупция. Классический прием в игре с электоратом – коррупция. Этот любимый трюк при всех сменах власти в небогатых странах Латинской Америки прекрасно сработал и в Украине. С чем я вас и поздравляю. А Зеленский тут вообще ни при чем. Он просто выехал на том, что внедрялась российской пропагандой все эти пять лет против Украины и президента Порошенко лично. А также все эти 28 лет против украинской независимости. А вот то, что Зеленский молчит – это намеренная технология. Пока он молчит, вы рисуете удобную, понятную и желаемую картину мира для себя. Без Порошенко, Томаса и без виза. В этой картине мира у вас закончилась война, никто не гибнет, газ предлагают даром и полный кошелек долларов. Ну а когда оно заговорит, вы его уже выберете. И только тогда поймете, как вас жестоко накипали. Главная эмоция этих дней, как и в 2014-м на Донбассе, это то мерзкое чувство, когда за тебя все решает быдло, жрущее с телевизионной помойки. Когда ты абсолютно точно понимаешь, чем это все закончится, потому что ты это уже проходил в Луганске. А им все равно. Лишь бы не Порошенко. Лишь бы не Украина. Ну а сам Зеленский так ничего и не понял. Он воюет не с Порошенко и мифическими парохоботами. Он воюет с активной, взрослой и патриотичной частью украинского общества. И так или иначе, он проиграет. Его инфантильные диванные хомячки, отдав ему голос, останутся сидеть в своих норках, в то время как активная часть общества снова закатает рукава. Мы будем действовать, контролируя каждый его шаг, каждую оговорку, каждый факап, каждое появление на публике под кайфом и так далее и тому подобное. Мы нагнули завгара, нагнем из комароха. Запомните это видео. Слава Украине! Слава Украине!